По уровню развития Приморский сельский округ на сегодняшний день один из ведущих в Анапе. На территории его населённых пунктов регулярно появляются различные объекты социальной инфраструктуры. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, мини-поликлиника. А в этом году стартовало строительство новой школы на более чем полторы тысячи мест. И это далеко не предел. Мы сегодня запроектировали, сегодня находится в экспертизе объект строительства детского сада, от большого детского сада здесь, в Сабанабалке, на 280 детей. Также Василий Швец сообщил, что в данный момент прорабатывается вопрос возведения спортивного комплекса с ледовой ареной. Поддержка семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, принципиально важное направление мэрии курортом. На встрече родственники мобилизованных озвучили вопросы, связанные с решением бытовых трудностей, оформлением кредитных каникул, а также отпусками. Каждый атаманок обязан знать, есть ли у них утром хлеб наставили или нет. Не говоря ни о чем другом. Хорошо? Любая поддержка, которая нужна, вся, вот любая, вообще без ограничений. Пожалуйста, чтобы мы могли вместе с вами ее обеспечить. По всем семьям мобилизованных, контрактников, без разницы, военнослужащих. Тем более, я сейчас говорю именно о многодетных. Один из вопросов на встречу задал председатель Совета ветеранов Цибанабалки. Мужчина обратился с просьбой построить новый ДК. Василий Швец поставил задачу профильным управлением рассмотреть такую возможность. Также среди тем волнующих жителей сельского округа ремонт дорог, устройства тротуарного покрытия и уличного освещения. Все это мэрия и прокуратура Анапы взяли на особый контроль. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа-регион.